Ну что ж, дорогие друзья, подводим итоги матча 10-го тура премьер-лиги Оле. Рабона Футбол Стор. Рабона победила 3-0. С нами Игорь Корнилов и Спартак Абрамян. Расскажите, ваши впечатления о матче, за счет чего удалось победить? За счет того, что у нас был на игру какой-то определенный план, команда выполняла ту работу, которая была предложена главным тренером на сегодняшнюю игру. Вот, все, мне больше нечего сказать. В матчах до этого работа какая-то выполнялась 50 минут, все оставшееся время какая-то катавасия начиналась. Сегодня все 60 минут команда работала. Ну, соответственно, поэтому удалось там добиться какого-то положительного результата. Плюс, не знаю, там у ребят целого ряда игроков не было, за счет которых они и могут играть первым номером качественно. Там хлама нет, этого Володя, защитника из Тима, с первым пасом хорошим. Поэтому то, что мы так отодвинулись чуть-чуть, не прямо в автобус, но там с центра поля начали встречать, вторым номером играть, создало им сложности. Потому что в центре поля у них, в принципе, мяч не двигался. То есть они под прессингом сразу разворачивались, отдавали его назад, начинали по новой. Но единственный выход был через напады, их на Салаха похожего, не помню, какой зовут. Он за мячи цеплялся, но в него плохо бежали. Поэтому, в принципе, план просто сегодня сработал, который нам тренер предложил, учитывая то, что мы играем против молодой, играющей футбол команды. Да, Игорь, ваша команда уступила 0-3. Что не получилось? Потому что, я уверен, перед игрой все говорилось, тактика на матч обсуждалась. Вот что не вышло? За счет чего? Ну, вот не получилось чуть-чуть. Почему? Ну, немножко сюрпризом стала модель игры Рабоны. То есть немножко другого ждал. И прямо перед игрой, да, там, не досчитались игроков. Салоев, Естимов, Хламов, Владимир. Должны были приехать, но они не приехали. Проблемы возникли. Сказалось, да, сказалось их отсутствие серьезным. Помимо них еще у нас там есть потери. Но, в принципе, у нас обоим взаимозаменяемо. И с сегодняшним составом мы тоже могли и первым номером играть, и побеждать. Первый гол, там, Валера какой-то фиг... Ну, в общем, вот эти вот помарки, которых, в принципе, они эти же игроки, которые сегодня были, не допускают. Они их допустили. Валера зачем-то он мог развернуть через центрального защитника на другую игровку. Пошел обыгрывать, потерял мяч, нам забили гол. Второй гол Влад не принял, нам забили. Ну, третий штрафной, там, ладно. Я к тому, что план соперника и при всем уважении к ним не должен был сработать. Потому что моменты у нас были, у нас перекладины раза три были. Как-то не повезло. И друг другу... Я говорю, ожидали, что будет проще. Ожидаешь, что соперник будет другой футбол играть, против которого мы привыкли. Вот, ну, не получилось. Недоволен ни самоотдачей, ничем недоволен. Я давно так на них не ругался. Ну, так нельзя играть. Они сегодня заменяли тех, кого нет, и должны были себя показывать. Ну, наверное, никто себя сегодня не показал. Да, насчет того, что показал ли кто-то. Кого вы выделите в своем составе, кто сыграл, идеально выполнил установку тренера? Да, блин, вся команда выполнила. Не, ну, были помарки тоже какие-то в работе. Я не могу сказать, что я там доволен стилистически тем, как мы сегодня играли. Да, но пришел тренер, заточенный по тому, чтобы мы как бы играли в футбол, и при этом были результативны, да, то есть набирали очки. Как бы сейчас потихонечку как-то он нам поможет, наверное, из обороны в пас выходить, потому что футбол-стор очень высоко нас встречал, то есть как бы возможности нам комбинировать они вообще не оставили. И получается, а мы отодвинулись играть вторым номером, да, там, ну, встречать их в последней четверти их поляны. Как бы такой футбол, я не могу сказать, что я кайфанул от самого футбола именно, что вот мне понравилось играть, потому что у меня мяча в центре почти не было, например. Они высоко встречали, как бы я всю игру играл как второй опорник, например. Вот, кайфа мало. Но результат тоже, что мне должен обманывать, да, там 3-0, это не потому, что мы настолько сильнее сегодня были, чем футбол-стор. У меня реально где-то не повезло, где-то повезло нам особенно, реально с первым мячом. Наверное, в таких матчах очень важно, кто первый забивает психологически. Мы забили первый, ну, плюс мы сейчас эмоционально чуть на другом этаже, чем футбол-стор, потому что у нас пришел тренер, все пацаны хотят что-то доказывать ему. Поэтому вот Гарик говорит по поводу самоотдачи. Ну, вот у нас она сегодня была там, я не знаю, где-то с перебором даже. В этом, наверное, разница. Кого выделю? Очень сильно меня впечатлил Серега Харкевич сегодня на позиции опорного полузащитника. Ну, и все вообще хорошо сыграли, но Серега, наверное, увидев то, что на бровке кто-то есть, понял, что он еще молодой парень, 30-летний приговор, можно что-то доказывать. И сегодня он доказал, что он очень сильный. И перестал он задыхаться через 5 минут, играл без замен почти. Серега, я считаю, очень важную сегодня роль сыграл. Да, вообще в целом были вопросы к арбитру. Сейчас эмоции немножко, наверное, улеглись. Насколько обоснованы были ли ошибки у судьи? Почему нет? Да я не скажу, нормально он отсудил. Какие-то там, может, мелкие были. Здесь единственное, что соперник много фолов заработал там вблизи своей штрафной. Надо было что-то забивать. Но из-за того, что они много фолили в этой зоне, он что-то перестал свистеть. Ну, наверное, Рабона считает, что что-то лишнее свистнул. Мы считаем, что что-то недосвистело в этом компоненте. Ну, наверное, где-то там, да, где-то как должно было он это все сделал. Но я говорю, что не знаю, как так игра сложилась. У нас было стандартов миллион просто в опасных позициях со всех сторон. Ну, забивай, не хочу. Соперник, я не увидел у них особо быстрого выхода в контратаку. Там Акмал что-то возить пытался. Но, в принципе, справлялись с ним, кроме тех моментов, когда обрез, и он оказывался изначально в опасной позиции. То есть, ну, я говорю, мы совсем справлялись, но соперник молодец, быстро забил. Ошибок не допускал, да, боролись, нарушали правила. Как могли, оборонялись. И вскрыть оборону мы так и не смогли, значит, они были сильнее сегодня. Да, и скажи, вот, пожалуйста, то, что вы зарабатывали штрафные в близости от ворот своих, вот, в других матчах могут забить, да, скорее всего, эти моменты. Насколько оправданы были все фолы, вот, именно вот, как сказал Игорь, прямо вот около ворот? Я считаю, что за игру, наверное, бывает один-два раза, когда такой фол оправдан, и все остальное. Ну, как он может быть, блядь, оправданный вообще? Не, ну, просто реально столько фолов, и в первом тайме в конце, да, и во втором вы особо не нанесли ударов по воротам, только вот, скорее всего, штрафной еще, наверное, один-два раза, правильно? То есть, в первом тайме вы ударили в начале тайма первого, да, пробили, забили, а во втором ударов практически не было. Так, тебя что-то колбасит, я не понял, мы про штрафные у наших ворот говорим или про наши удары? Нет, ну, вы заработали один, забили, да, в свою сторону вы закинули. Все, я тебя услышал, смотри, касательно фолов на линии штрафной, к сожалению, у нас защитники, которые имеют определенное футбольное образование, с возрастом, видимо, забывают и не чувствуют того момента, когда нужно сыграть в мяч. Вот он не сыграл в первый мяч, ну, не успевает он сыграть в первый мяч, можно дать принять, но опасен игрок спиной к воротам? Наверное, нет, если работают опорные полузащитники и не дают ему скинуть во второй темп. К сожалению, они стремятся даже там, где они не успевают сыграть в первый мяч, сыграть в него и херачат в спину соперника в итоге. Все эти штрафные на линии штрафной. Подождите, пожалуйста, по-моему, там не горит красная запись. Поверь, пожалуйста. Горит, я надеюсь, река. Рек? А, я просто думаю, вот и столько говорим, я смотрю, что-то отсюда, как будто нет красного. Запись идет, значит. Да, да, идет, все. Прости, пожалуйста, договори. Ты хотел файл года заснять? Можно нарезочку, да. Фалы эти необоснованные. Свой забили. Чтобы ты понимал, да, это ладно. Мы забили почти с центра поля, там, рикошет. Но соперник должен был забивать со штрафных. Я уверен, в эти огромные ворота, там, Кирилл Андреевич на бровке стоял уже, как бы, очень сильно нервничал, честно говоря. Мы во всех форматах эти ошибки допускаем, и нам всегда забивают с этих штрафных. Сегодня у них не нашлось просто игрока, который не будет исполнять. Вот в этих штрафных, что самое главное, мы сами часто начали с них забивать. Не пытаться обводящим ударом в девятку попасть. Ну, потому что в этом нет никакого смысла. Просто на силу в сторону ворот. Ну, вот мы опять забили такой. Нам не забили, в этом плане повезло. Потому что, если бы они отыграли хотя бы один мяч, чуть по-другому, наверное, игра бы уже пошла. Они бы чуть эмоционально поверили в свои силы. А так, когда у них, ну, лидер поля, лидер команды там в этом составе сайф ходит, и немножко видно, что он не в своей тарелке, потому что, ну, у команды не все получается. И он так чуть-чуть выключается эпизодически. Понятно, что им нужен был гол для уверенности. Они его не забили. Штрафной один из способов забить. Да, согласен. Если вопрос к тому, какого хрена, я не знаю. Ну, вот так они хотят бить нападающих на свое пони-поль. Собирать карточки, всю игру в тех ситуациях, где этого делать не надо. По судейству, в целом, вообще, ноль вопросов. Где-то он мог показать нам еще там. Я действительно согласен, может, пару карточек. Где-то им, ну, недопоказал парочку, и нам парочку недопоказал. Ну, кроме того эпизода, где я хочу пас отдать своему, а он мне просто не дает. Ну, что ж, спасибо большое. С нами был Игорь Корнилов, Спартак Абрамян. Увидимся на следующих матчах. Спасибо.